Всем привет! Пресс-секретарь Медведева, господин Осипов, ответил наконец на расследование ФБК. Речь идет о расследовании, в котором рассказывалось об использовании частного самолета супругой премьера время от времени. В общем, там были заданы вопросы, откуда деньги Зин, на какие шиши. Ждали ответа на этот вопрос, наверное, от самого премьера еще во время пресс-конференции, которая проходила в минувшую пятницу, во всяком случае, интернет-сообщество прям вот негодовало по этому поводу, заваливали соцсети подобными вопросами, говорили, Димон, ответь, ну, что-то в этом роде, да, ответа не прозвучало. Вот сейчас, через два дня, все-таки, не сам, правда, Дмитрий Анатольевич, его пресс-секретарь разродился каким-то ответом, и вот что он ответил. Да, оплата транспорта для семьи премьер-министра происходит за счет личных средств. Вот это поворот, друзья. Слушайте, о каких личных средствах в данном случае можно вообще говорить? Мы что сейчас говорим? Про аренду такси, что ли, да, которую, в принципе, да, может себе позволить, ну, может быть, не каждый россиянин, ну, каждый второй-то точно, да. Оплата самолета – это несколько другой порядок цифр, это достаточно дорогое удовольствие. Если кто-то в этом не очень хорошо ориентируется, Яндекс.Помощь, зайдите, посмотрите, сколько стоит час использования частного борта, частного джета, особенно если речь идет о каком-то джете бизнес-класса или люксового варианта. А потому что Светлана Медведева пользуется явно не военным каким-то транспортным бортом, и об этом тоже рассказывалось, тем не менее, вот это вот, ну, какую-то улыбку у меня вызывают такие ответы из личных средств. Напоминаю, мы говорим о премьере страны, да, где, ну, во всяком случае, треть населения, это официальные данные, живет за чертой бедности. Треть населения не может себе в этой стране позволить каких-то естественных радостей, там, съездить в отпуск куда-то, отпраздновать там день рождения в ресторане и так далее. То есть, то, что, в общем, принято во всем мире, а у премьер-министра страны находятся личные средства на аренду частного борта. Ну, как минимум, мне кажется, это, в общем, вызывает массу вопросов. И очередной, наверное, вопрос, который остался без ответа. Вообще, я еще много лет назад говорил, что рано или поздно мы, наверное, когда увидел, как ведут себя наши чиновники, что рано или поздно мы дождемся, да, когда наши чиновники будут нам отвечать что-то из разряда на все неудобные вопросы. Ребят, а не пошли бы вы лесом, да, не ваше вообще собачье дело? Это, собственно, вот сейчас мы это наблюдаем, да, вот и в этот раз пресс-секретарь Медведева, он так и сказал, да, что особо комментировать нечего, да. До этого, мы помним, опять же, в отношении господина Медведева проводилось какое-то расследование, и там тоже прозвучал какой-то невнятный ответ, чушь, муть и компот, и, собственно, все. Хотя, когда мы наблюдаем обратную ситуацию в отношении тех же оппозиционных каких-то политиков, то прямо из штанов выпрыгивать начинают пропагандисты. Откуда у Грудинина 20 миллионов рублей? Помните, у бизнесмена Грудинина, да, который, в отличие от Дмитрия Анатольевича, бизнесом занимался всю жизнь и ни дня не состоял на госслужбе. Но, тем не менее, пропагандистов этот вопрос очень сильно интересовал. Они там несколько недель по этому поводу буйствовали на перегонки и кричали об этом. Пришлось отвечать. И, в общем, ответ был получен. Человек объяснил, откуда у него эти средства. То же самое происходило в случае с Навальным, который, о боже, поехал с семьей, понимаете, на отдых в Карелию, арендовал там какую-то избушку на курьих ножках и, в общем, в этой избушке там сидел, рубил дрова посреди леса, да. Это сильно возбудило, опять же, пропагандистов. Откуда у человека деньги на такой отдых? Ну, так я докладываю, что, в принципе, в Карелию может съездить, ну, может быть, опять же, не каждый, но какое-то подавляющее большинство граждан нашей страны, живущих в крупных городах, конечно же, имеющих, ну, более-менее какой-то там относительно приличный доход. Мы сейчас не говорим про аренду суперджетов. Но вот когда задаются вопросы обратные, вопросы к чиновникам, то ответов на них не получается. Повторюсь, Светлана Медведева официально по документам, он нигде не работает, является безработной. Господин Медведев, в отличие от того же Грудинина, да, всю жизнь состоит на госслужбе, то есть на шее у налогоплательщиков, он никогда не занимался никаким бизнесом, во всяком случае, по его заявлениям. И вот какие-то личные средства, тем не менее, на аренду частного джета у этого человека есть. Ну, ребят, я нас всех поздравляю, дальше, видимо, будет все чудесати и чудесати. Обидно-то другое, уже не только политики высшего эшелона так себя ведут, обидно, что подобным образом начинают себя вести политики на местах, да, когда ты им задаешь какие-то вопросы, так же бываешь послан. Поверьте мне, я это наблюдаю, периодически обращаюсь за разъяснениями, за комментариями к каким-то региональным политикам, получаю примерно такие же ответы. Ну, дальше будет, видимо, неуважение, в смысле, еще больше, чем я нас всех и поздравляю, ну и хорошего дня.